Ребята, привет! Рад быть в России, рад, что появилась возможность стать семинар в Академии имени Панкова дать. Надеюсь, вам понравится. Всем спасибо! Начинаем с Деларива. Один захват на штанах, один на отвороте. Толкаем ногу, одновременно утягиваем рукой в сторону. Нужно, чтобы рука под рукой осталась. Деларива не отваливается, вторая ножка тоже не отваливается. И заводим ножку вот так. Штаны не отпускаем. Заводим руку. Внизу на кинтуре. Вот так вот. Вот так вот. Сусти. 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 А я вернусь. Сусти. 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 Я вернусь. Одновременно толкаем ногой и тянем рукой. Заводим ногу и поднимаем на плечо. Нужно, чтобы... Давайте сейчас это движение и нужно, чтобы рука обязательно у соперника на мат стола. Угу. 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 Сусти. Сусти. Угу. Сусти. изнутри, так нельзя. Пальцы застревают и вообще это запрещено. Берите снаружи вот так вот. Вот из этой позиции да, вы ногу поднимаете голенью. Это очень важно, это гораздо легче вам дальше будет расталкивать. И ногой упираемся в живот. И одновременно расталкиваем двумя ногами. Чем сильнее будете расталкивать, тем легче вставать. И не оставайтесь на земле, то есть вы когда боретесь у вас все равно оппонент будет вставать, то есть он не будет сидеть на земле. И одновременно вы делаете движение и рукой и ногой, вот это вот скручивание. Не оставайтесь на земле, у вас в борьбе так не будет. Если человек остался на колене, то там все легче, там можно сразу на спину идти. Вот так встаем, да. Давайте сейчас еще раз то же самое сделаем. Вот там немножко косяков было. Просто то же самое движение еще раз. На колено встань, пожалуйста. Если у вас соперник остается на колене, то пытайтесь его накрыть, забрать спину. Ну, то есть во время схватки от вас соперник будет пробовать держаться подальше. Он не будет сидеть на колене, он будет там отпихиваться, на ноге это и скакать. Смотрите, что у вас есть. Смотрите, что у вас есть. Смотрите, что у вас есть. Еще раз коротенький раунд сделаем с тем же самым. Теперь, когда я его вытаскиваю на себя, я его могу запустить немножко наверх. Перекручиваю на другую сторону. И тут у нас остается ахилл, который мы можем доделывать, повернувшись на живот. Заводим ножку. Теперь я его пытаюсь по дороге назад, когда я его тяну на себя, чуть-чуть поднять. И меняю положение ноги. Поднял его сюда над собой. Вот у меня сбоку осталась его ножка. Я ее беру на ахилл. И меняю вот так вот крючок. Доворачиваюсь, доворачиваюсь, доворачиваюсь. Ноги вот здесь. Здесь, скорее всего, не получится доделать. Поэтому поворачиваемся, доворачиваемся на живот. Переставляем ногу за колено. Вытаскиваем человека на себя. Отпускаем от ворот. Берем ножку на ахилл. И продолжаем вращение. Теперь я могу еще и внутрь повернуться. Но нельзя переносить ногу снаружи. Это дисквалификация. Но если ножка осталась внутри, если вы ее не принесли, то это можно. Беретесь вот этой вот частью руки поближе к пятке. И близко к себе прижимаете сильно локоть. Мне больше ее нравится делать во внешнюю сторону. Если человек пытается ко мне прижаться, я могу его расталкивать ногой. Ему будет тяжело взяться за мое кимоно. Поворачиваемся, доделываем. Беритесь пониже, поближе к пятке. И прижимаете локоть. Вот так вот, когда локоть стоит на татами, это не сработает. Надо его прям под себя поджать. Вот отсюда будет гораздо сложнее. Но если вы его прямо прижмете плотно к себе, то будет лучше. Поехали. 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 Сначала расцветти на татар. Бережим. Сейчас побыстрее еще одну. Можем просто попробовать изолировать ногу. Коричневые могут другую штуку делать, вот эту вот. Отсюда он будет выворачиваться и можно выходить на рычаг колено. Коричневым можно. Можно и отсюда пробовать ее делать. Но сейчас мы будем просто ахилл отрабатывать. Поворачиваемся, поворачиваемся. Начинаем все так же. Тут иногда человек просто остается на колене. Даня, стань, пожалуйста, на колено. И он может вас еще держать за отворот. Если вот такая ситуация получилась, переносим ручку и берем его за рукав. И вот отсюда можно накидывать треугольничек. Переносим руку. финишируем. Вот тут, кстати, себя можно брать за штаны вот так вот изнутри. Себя можно. Если он прячет руку вот так, беру вот такой захват. Рука в руку. За ногами и выпрямляюсь. Вот так вот выпрямляю ноги и руки. Вход такой же, он садится на колено и берет вас за отворот. Переношу ручку и беру его рукав. Вытаскиваю вторую ногу и накидываю треугольничек. Можно рычаг. Можно перенести сначала ручку и потом делать треугольник. локоть. Если он локоть спрятал, берем две руки в захват за ногой. Можно оплату? Вот здесь его тяжело уже поднять. Поэтому я пытаюсь взять его локоть. Можем взять пояс и пойти нам оплату. Локоть спрятал. Вот здесь выталкиваем, поворачиваемся на бочок, заводим ногу также два варианта встаем вот так вот встаем сразу на две ноги другой вариант завели ногу тут мы можем ногу еще и подбить если дотянулись до дальней ноги теперь меняем крючочек вытаскиваем соперника на себя немножко по диагонали берем ахилл заворачиваемся и можно попробовать доделать ахилл отсюда или в случае чего просто встать хотя бы вот а и 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 тут если он взял меня за отворот переношу ручку чтобы он не убирал оттуда ногу можно ее поджать ухом прижать головой и отсюда накидываем треугольничек если он спрятал локоть то беремся за ногой или идем на амплату ставим ножку и встаем по диагонали на него и вот он защищается перехватываемся сверху берем за рукав накидываем треугольничек переносим руку беремся за пояс и поворачиваемся на уплату сейчас просто поставим побольше времени и будем это все повторять что вам больше нравится давай давай